Аврора Фэшн Вик Раша Аврора Фэшн Аврора Фэшн Студенты из Partsons представили свою коллекцию под философским названием «Потерянного времени не вернуть». Действительно, коллекция не предполагала никакой спешки и состояла в основном из платьев спокойных пастельных тонов. Все ждали с большим напряжением показ от Central Saint Martins, ведь именно там рождаются звезды британского дизайна. Они не подвели и представили эпатажную коллекцию. Достойный гардероб Леди Гаги. По подиуму шествовали модели в одежде удивительных цветов, геометрические формы платьев из грубой ткани, графические принты и головные уборы с как никогда актуальной для Лондона олимпийской символикой. Показ «Барбери» был одним из самых долгожданных на неделе моды в Лондоне. И ждали его не напрасно. Творение Кристофера Бейли достойно восхищения. Как всегда, просто высший класс. Итак, традиционно для «Барбери» главный акцент сделан на верхнюю одежду. Пальто, тренчи, парки, ультратонкие пуховики и куртки а-ля жакет. Сдержанные основные цвета коллекции были уместно разбавлены яркими аксессуарами. В этот раз особыми деталями стали накладные карманы, стеганые элементы и баски. В завершение хочу сказать несколько слов о богатстве шелка и бархата, кокетство кружева и уютность шерсти, которые создали потрясающий баланс между элегантностью и практичностью, изысканной красотой и удобством. Французская марка одежды «Хлоя» представит дебютный онлайн-показ в цифровом формате на парижской неделе моды, который в режиме реального времени смогут увидеть зрители всего мира. Французская марка представит женскую коллекцию одежды сезона «Осень-зима» 2012-2013 на платформе Digital Fashion Show. Каждый гость сможет рассмотреть все детали, а также увидеть, что происходит за кулисами. Такое современное решение символизирует значительные изменения в пути развития этого бренда. Поклонники марки, которые с нетерпением ждут столь модного новшества, смогут увидеть показ на странице «Сайбай Хлоя» на Facebook. «Москина» выходит в Рунет. Марка призналась в любви к России, создав русскоязычную версию с собственного сайта – moskina.com. Раньше сайт итальянского модного дома был доступен лишь на английском, итальянском и китайском языках. Модный дом уже начал перевод ресурса на русский, который дается ему не так уж легко. Так что совсем скоро российские поклонники «Москина» смогут получать необходимую информацию о марке на родном языке. Модный дом также предлагает подписаться на обновления. Подпишись и узнай первым, когда «Москина» начнет говорить по-русски. Фестиваль красоты «Невские берега» прошел в Петербурге. Это один из самых серьезных конкурсов для парикмахеров, нейл-дизайнеров, визажистов и стилистов. Приятно, что команда «Кузбасса» заняла на нем второе место среди городов России. Специалисты из России, Финляндии, Франции, стран СНГ съехались, чтобы показать свое мастерство. Пять дней конвейер красоты работал исправно и отлаженно. Первое место среди стран заняла Белоруссия. Среди городов России второе место заняла команда «Кузбасса». Новокузнечанка Юлия Полякова и ее команда отправились покорять «Невские берега» впервые. В результате в фантазийном двоеборье в номинации «Фулл фэшн лук» и «Фэшн сити» она в пятерке лучших. Мы горды нашими победителями и желаем им дальнейших творческих успехов, ведь впереди у них еще полуфинал России. Совсем недавно прошел последний день Масленицы и пришло время Великого Поста. Можно уже позабыть о том, чтобы полакомиться вкусными блинами. А это все же можно сделать визуально. Кэтрин Келнс. Молодая художница из Чикаго создает дизайнерские блины, портреты знаменитостей. Думаю, вам без труда удастся узнать своих любимых звезд на тарелках. Интересно, а простили бы звезды смелую любительницу фуд-арта? И станут ли они столь популярными, как их оригиналы? Время покажет. Это были модные события. Помните, следовать моде необходимо, но не стоит следовать ей слепо. С вами был Кирилл Учшев. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!